друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется Галинка Малинка 2 обзоры ссылочку на него и обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж мои хорошие снова вас рада видеть и слышать на своем канале не было меня несколько дней отработала я и 23 февраля да вместе с вами делала ролики аж несколько роликов на уралочка у меня вышло да помимо уралочки и на других блогеров ну и в общем то что впереди были праздники вчера была масленица было прощенное воскресенье у нас все замело вчера целый день шел снег вообще снега было просто полным полно ну что ж а сегодня я вместе с вами спешу обсудить ролик уралочки будем с вами обсуждать самый свежак проводы русской зимы да такой ролик ролик выложила уралочка причем знаете на превью ребят вот что обычно для них раньше было не характерно но сейчас они написали название это наш дружный город ревда ребят знаете мне почему сразу стало смешно потому что я ну тут же вспомнила их отношение к своим даже вот казалось бы наиближайшим людям нет я не про родственников уралочки не про ее родню с которым уралочка уже давным-давно со многими не общается это уже как говорится дело десятое да я говорю про соседей вспомните сколько раз лично мы с вами ну наверное практически их каждый выход в какой-нибудь торговый центр куда-нибудь на ярмарку да каждый раз где-нибудь там они находили какого-нибудь персонажа на которого по их мнению был похож их сосед потом видимо получив уже втык от того самого соседа из ревды да сарафан как-то сказал нет 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 это сосед не из ревды это сосед мой по кишлаку но всем стало ясно что он врет и сочиняет потому что это как раз таки был сосед да из той самой ревды а и все собственно это все понимали и вот что хочется сказать и отметить особо сейчас да это тот самый момент что ну писать что это наш дружный город но надо начинать наверное все таки с малого и относиться по-человечески к тем людям которые живут рядом с тобой а не так не сидеть да на своих вот этих вот роликах и на стримах и полоскать соседа который за свои деньги да делает ремонт у себя в квартире но я думаю многие помнят тот самый ролик где сарафан на мукбанге да просто все кости этому соседу перемыл вот прям с уралкой прям как две бабки сплетница на заваленке сидели и что только не говорили но видимо забыли что сами в прошлом году тоже там что-то где-то там стучали подстукивали да и делали какой-никакой ремонт ну в общем как то так далее далее ребят рассказывает про то уралочка что когда-то ой говорит наверное сегодня на столб полезут уралочка так ты рассказывай нормально да что есть такая традиция русская лезть вот давным давно да много лет этой традиции лезли на столб там был вот петух за этим петухом кто выиграет тот получает в подарок петуха но уралочка даже объяснить по сути не смогла на единственное сказала ой интересно а на столб то залезали вот на самом деле да кто не знает о чем говорит уралочка тут и не поймет скажет какой к чертовой матери столб зачем на него лезть да но мы это с вами знаем мы с вами видели прекрасно проводы русской зимы но как бы да масленицу и все на свете но правда уралочка знаете заикнулась о том что когда-то сарафан лез все-таки на столб ну а он говорит ой а у меня перчатки то здесь может быть я сейчас тоже что-нибудь она говорит ну да правда у него ничего не получилось ребят мне знаете стало смешно я вот просто представила сарафана который рассказывает о том что ой оля ты что надо двумя руками камеру держать да или как он сказал про гранат вспомните в одном из последних роликов да он сказал о том что ну нет я не люблю есть гранат там надо работать его надо чистить ребят только вдумайтесь для молодого мужика чистка граната это самая настоящая работа если честно то я в шоке я такого еще ни разу не слышала но больше всего мне нравятся те моменты когда он говорит да 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 мясо так хорошо протушится что его даже жевать не надо ребят я такой бред слышу впервые вот честно я никогда не думала что жевать для здорового человека у которого есть зубы это какая-то проблема но оказывается есть и такие которым даже жевать тяжело поэтому вы знаете я с трудом себе представляю сарафана который лезет по столбу за петухом я думаю что он скопытился бы сразу сто процентов потому что это человек который не привык ничего держать тяжелее ложки ну вот как то так у него получается последнее время ну а урал очки друзья мои смотрю я на урал очку вы знаете ведет она себя там неестественно вот правда неестественно прямо как-то суетиться вот сразу заметно что там знаете на площади где много народу да но не так прям много не столько много сколько его допустим у нас да вот когда у нас масленица у нас там правда яблоку негде упасть но у нас на минуточку областной центр это как бы большая разница да а у них ну все-таки есть народ и она там чувствует себя все-таки не в своей тарелке одно дело сидеть на кухне да или где-то там ходить среди полок в магазине другое дело когда все-таки нет нет на вас да и поглядывают плюс возможно та самая ситуация да которая сделала их так скажем в кавычках в кавычках известными в ревде тоже имеет место быть в общем урал очка не в своей тарелке но вот тут же да рот у нее не закрывается она пытается скрыть свое вот это вот такое знаете вот такое то что ей как-то не по себе только и слышно а тут чё а тут чё а там чё а ой да чё да ничё а а там блины наверное а там ничё уралка а ты что хотела увидеть в масленицу да в этих лотках да в этих как говорится где продают как раз таки еду правильно блины это и есть масленицы поэтому разные блины продают во всех вот этих вот лавках и все это абсолютно нормально ну короче уралочка идет и постоянно дергает об дугане вы знаете ребят я посмотрела на него он стоит и так дерганный весь по полной программе как-то открывает широко рот я не поняла то ли он там ему воздуха не хватает то ли ему наоборот холодно непонятно что там с ним происходит короче она его еще больше дергает нет бы на него уралка вообще не наводи на него камеру это конечно какой-то это ужас какой-то ребят во первых он у них стоит постоянно у него эта шапка не то что на глазах она у него уже на носу болтается блин неужели вам сложно ему поправить шапку да или купить другую шапку или сказать слушай шапку то поднимай выше чё она у тебя закрывает тебе даже глаза стоит как-то рот раскрывает рот открыт да вот это вот все что-то там дергается дергается зачем объясните пожалуйста на него постоянно наводить камеру зачем он вообще нужен в кадре если он не может себя нормально адекватно в кадре вести ну для чего для того чтобы обсуждали эти моменты я так прекрасно понимаю что как раз таки с этой целью они наводят на него камеру да ребят специально для того чтобы было о чем поговорить а потом когда мы начнем об этом говорить они скажут ой какие сволочи они его обсуждают знаете мне так всегда нравится когда говорят ну вот деток то обсуждать не надо но начнем с того что таком случае деток показывать не надо и тогда их точно обсуждать никто не будет. Короче, она Абдугани задергала. Иди туда, иди сюда, иди туда, иди сюда. Ой, а это что? А ну иди туда. Короче, тут же нам озвучила, говорит, а что, он вату хочет? А Сарафан говорит, да не, он вату не любит. Ему вата не понравилась, сладкая вата. А она такая, а ну да, да. Ой, говорит, а вон шарики, вон шарики. Абдугани, говорит, хотел опять, говорит, шарик с Мишкой. Ребят, я просто себе представила вот эту картину, вот этот здоровенный, да, пацан 11-летний, вот ему будет вот-вот уже 11 лет, ну уже будем говорить 11-летний, да, идет вот с этим шариком. Ну это, ну это правда, но это смотрелось бы там действительно нелепо и смешно, да. Но когда они увидели вот эти вот шарики всякие разные, тут же Уралочка сказала о том, что, ой, да ладно, что у нас там этот шарик провисел неделю, и все, как говорится. Ну, в общем, понятно, денег зажали на шарик, Уралочка. А ты хотела, чтобы он сколько у тебя? Год висел? Мне просто интересно, да. Ребят, ну, понимаете, опять же, да, то есть мы говорим о том, что, ой, Абдугани, Абдугани так хочет новый шарик, они уже недели две об этом говорят, и тут же, увидев эти шарики, которые, собственно, там на площади продавали, они зажали денег, сказав о том, что он всего там неделю, значит, у них провисит, да. Далее, далее дошли, да, детских вот этих вот, ну, таких, знаете, аттракционов, причем, ребят, толкают Абдугани исключительно к тем аттракционам, которые вообще для детей, ну, так скажем, трех-пятилетнего возраста, для маленьких деток. Они его туда притащили, значит, там надо было всего-навсего дротиками попасть вот в эти маленькие шарики, да, в обычные шарики. Ну, и полагались такие формальные, так скажем, призы, да, для детей были разные, Уралочка уже раскатала губу на мягкого губку Боба, но, в общем, Абдугани достался пупсик в трусах. Сарафана говорит, о, а это будет Абдугани летом. Тот стоит вообще весь скукожился, а Уралка говорит, иди, 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 может, тебе поменяют, там вот тебе присмал, типа пупсика на что-то другое. Слушайте, как вы себе представляете, ну, подойдет он, да, он ничего сказать не может, кто ему что там должен менять, ну, попал он, может, от силы там несколько раз в эти шарики, ну, и дальше что? Соответственно, там и призы такие, да, ну, в общем, толкали этого пацана, толкали, иди, 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 смотрю, тот уже не в настроении, задергали его по полной программе. Ну, а Уралочка молодец, она в своем репертуаре, и она, знаете, лезет прям к людям, снимает этих людей, подбежала там, значит, увидела, где люди пытаются фотографироваться, да, а тут же подбежала к женщине с собачками и говорит, ой, а можно я вас сниму? То есть такая смешная, знаете, сначала начала ее снимать, а потом прям приблизилась к ней, вот, по возможности, как можно ближе, и говорит, а можно я вас сниму? Уралочка, так ты ее уже сняла, собственно, да, ты ее уже запечатлела для истории, причем женщина-то сидела вроде как с улыбкой, с такой, знаете, но улыбка у нее была натянута, я так поняла по выражению лица этой женщины, что женщине это было неприятно. Ну, и что, друзья мои, значит, опять, опять Уралочка, значит, там всяко-разно скакала, демонстрировала, как же у них там все прекрасно, как у них все хорошо, значит, да, об Дугани ходил вот в этой шапке, я на него еще раз посмотрела, думаю, да, это просто какой-то кошмар, но Уралочка, между прочим, даже вот когда, не только когда ходила, даже когда элементарно стояла, она опять стояла и тяжело дышала, вот такая вот отдышка у нее была, короче, все как обычно. Ну, а далее, ребят, вы знаете, а, купили, купили об Дугани маску, о, знаете, он стоит с этой маской, а Уралка ему орет, приложи маску к себе, приложи, ребят, он стоит тут же дергается, говорит, не, не сейчас, вот как-то вот он все-таки ей сказал, да, ребят, она ему, она ему и отвечает, говорит, ой, да ладно, говорит, будешь этой маской пугать кошку Дуню, она, говорит, перестанет, она, говорит, перестанет что-то там, что-то там делать, говорит, перестанет глазами дергать или моргать, а Сарафан говорит, кошка Дуня, да, перестанет моргать, ребят, вот что за отношение к животным, да, напугать кошку, а вы знаете, а я вот думаю, об Дугани надо действительно ночью нацепить вот эту вот маску на себя ужасную, да, выйти и напугать папаню с новоявленной маманей, вот это было бы шоу самое настоящее, глядишь, одна начнет глаза раскрывать пошире и перестанет моргать, ну, а второй, возможно, избавиться от своей вот этой вечной чесотки, что он все чешется, чешется и чешется, далее, далее им выдали предсказания, ребят, здесь уже я смеялась, значит, на бумажке выдали предсказания, у Ралочки ничего интересного не было, ей там пообещали что-то новое, неизвестное, об Дугани, значит, у об Дугани все нормально, Сарафан еле зачитал вот это одно предложение, читал там по слогам и так далее, ну, а Сарафану выпало съездить на море, о чем он и сказал, довольный, счастливый, ему еще там сказали, да, ведь скоро лето, вот и поедешь на море, короче, ребят, я так предполагаю, что скорее всего Сарафан действительно отправится куда-нибудь отдыхать в очередной раз, да, но ездил же он к себе домой, все равно же это был отдых для него, там ничего тяжелее ложки, он точно так же и не держал, да, месяц там задержался у своих родных и близких, отдохнул, а Уралка, как всегда, сидела дома, никому не нужно, то же самое будет и на сей раз, никуда он ее не потащит, обещал он ей, что если он сам съездит в Таджикистан, то непременно ее обязательно повезет, друзья мои, да на культурную программу, да в прекрасный Санкт-Петербург, но не тут-то было, как говорится, не получилось, не срослось, в общем, ребят, это было нечто, у Ралочки что-то новое, неизвестное, да, видимо, Уралочка будет сидеть у окошка, глаза все проглядит, да, слезки прольет, ну, а Сарафан будет где-нибудь на море отдыхать, возможно, даже не один, Ребят, не все сразу, да, не весь вот этот ролик я с вами обсудила, позднее обязательно продолжим с вами в следующем ролике, мои хорошие, вот такой у меня получился небольшой обзор на то, как наши герои троица в полном составе, да, решила, значит, показать нам проводы зимы, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и конечно же всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока, пока,